Здарова, дружище! Сегодня какой-то такой немножко сумасшедший день, ничего не успеваю, даже вот постримили сегодня, но основной свой вечерний стрим я, как обычно, профукиваю, запущу его очень поздно, туда придёт мало людей, и у меня будет настроение падать, короче, всё будет бесить, но надо всё равно записать это видео, пояснить по поводу там атаки фартов, всех нововведений, так, тихо, даже монтировать это видео не буду, не рендерить ничего, короче, чтобы просто, чтобы просто взять и быстрее выложить на ютуб, вот давай тогда на заднем фоне, чтобы вам уютнее было, включу музыку, ооо, на это, знаете, это кавер на музыку из фона битвы замков, там 4 разных трека, канал GetUnder дел, вот, буду это тоже на стриме иногда включать, но сейчас такой немножко грустный трючок, но как бы ладно, не суть, далее, шо я ещё вам хотел показать, так, сейчас перейду свой телеграм-канал, давайте просто попытаюсь объяснить, попытаюсь объяснить, так, можете лайки даже не ставить, вот это чисто такая, знаете, тема для своих, скорее, видео, потому что просмотров не будет, опять же говорю, поздно, поздно выложу, и честно могу уже представить, что у вас с темой атакой фартов я немножко заколебал, так, изображение, где-то у меня тут захват окна, вот, телеграм, телеграм, он, 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 он даже, он даже сам захватился, так, это мой канал уже, был стрим с Андрюхой Рылёвым, запускали по поводу изменений на атаке фартов, ну, что мы хотели бы видеть на атаке фартов, это обсуждали, и, как бы, список нововведений от нас, которые мы хотели бы видеть, мы передадим админам сервера нашего, и там уже напрямую, прям, доставят вот этот вот список, вот, кому прям надо в Китае, вот, кто прям вот этим, вот, вот, всем этим занимается, без всяких посредников, без всяких, скажем так, маленьких, там, должностей, которые ни на что не влияют, и боятся ответственности, не суть, провели стрим, и, как бы, вообще, в принципе, я понимаю, что тратили мы с Андрюхой время зря, по той причине, что, как бы, ну, никому это нафиг не надо, ну, да, люди ещё пришли на стрим, что-то там пообсуждали, там, часть приходила, часть уходила, ну, как бы, приходили, наверное, на стрим с надеждой увидеть что-то другое, да, ну, а тут, а тут, видите, атаку фартов обсуждают, вот, потом, я надеялся, комментарии какие-то посчитать под стримом, но там, по сути, ничего такого особого не было, ну, единственное, ВКонтакте видел комментарии, в Телеграме видел комментарии, ну, ладно, не суть, давай я попытаюсь объяснить, пройдёмся по пунктам, потому что я знаю, что многим лень читать, им нравится, когда за них читают, и пройдусь, а кто-то, может, и не умеет читать, я тоже не исключаю этого факта, вот, изменения, это то, что мы конкретно отправили, вот, посмотрим вообще, что-то как-то получится, не получится, сразу говорю, да, что мы просто хотим не только обсирать эти обновления, но, тем не менее, что-то предлагать, какие-то наши идеи, как можно улучшить ситуацию, и, типа, критикуешь, предлагай, знаешь, вот это вот, критикуешь, предлагай, вот это вот, да, всё, давайте же вам прочитаем, и попытаюсь объяснить, первый пункт, важно, после старта атаки фартов дать 30-60 секунд для сбора боевой пачки, и только после этого, начала основного боя, это нововведение обеспечит неиспользование автокликера для быстрого захвата башен, и тут начиналось, короче, у меня в Телеграме, в обсуждении моего Телеграм-канала, там, вот, Дашка, вот, кричала, где эти кликеры, видно, короче, судя по всему, кликеров у нас на атаке фартов больше нету, никогда не было, и, как бы, и не будет, и проблемы, это не было, не знаю, не знаю, возможно, ну, я, 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 честно, я не знаю, что сказать, ну, окей, окей, ну, мы, походу, дебилы, нет, понятно, что, что бы мы там ни написали, всем всё не устроит, ну, как бы, окей, с кликерами проблем на атаке фартов, как я понял, нету, но, в принципе, сейчас её нету по той причине, что и атака фартов стала всем до одного места, и туда никто не ходит, и не парится, кто какое-то место занимает, а не так, как это было раньше, но не суть, идём дальше, важно, второй пункт, отправить боевую пачку можно только при условии, что там шесть разных героев, сразу все придрались к словам разных героев, а что, сейчас одинаковых можно отправить, нет, мы просто, как бы, написали, ну, как подтверждение, да, этой механики, но сам факт заключается в том, чтобы нельзя было брать и, и, что делать, и бесконечно отсылать спам, просто брать и бесконечно отсылать спам, а нет, хочешь идти защищать башню, пожалуйста, собирай шесть героев, и, таким образом, сразу решится проблема этого неинтересного, галимого, позорного, тупорылого спама по одному герою, то есть, это уже просто не атака фартов, это, не знаю, сидишь и дрочишь этот спам, я не знаю, как по-другому объяснить, вот, может быть, прошлый стрим, кстати, который мы проводили по атаке фартов, вам никому не показался, потому что у меня там, по сути, отключили монетизацию, там кинули желтые баксы, когда, когда это происходит, по факту, ну, YouTube перестает продвигать видео или стримы, может, даже кто-то это и не видел, что вообще появилось, а это обеспечит динамичность боя, добавит тактику на атаки фартов, даст мотивацию игрокам заполнить полностью алтарь героями и, соответственно, их прокачивать, вернет, вернет актуальность старым героям, да, по факту, ты будешь заинтересован в том, что у тебя в алтаре были прокачаны герои, и чтобы они были разные, а не только там ниндзя, ронины, душегубы и черепы, и это вернет какое-то месиво, какие-то приколы на настоящую нормальную, активную, интересную войну на атаке фартов, как это было раньше, когда атака фартов только появилась, когда мы строили какие-то тактики, мы там какие-то пачки придерживали топовые, выпускали их потом в конце боя, когда противник уже, скажем так, подустал, и вот это вот все хочется вернуть, и это сейчас единственный способ это вернуть, по факту, вот, тем более, если учесть, что нам теперь каждый месяц добавляют по два героя, то есть, ну, спам просто бесконечен, то есть война бесконечности, это так можно называть, вот, фильм от Марвел, по-другому это никак не назвать, и люди, люди этим недовольны, то есть люди там писали, я видел в комментариях, вот, все для донатеров, а что насчет баланса, вот, вот, все, донатеры, не донатеры, вот, нет, ну, чуваки, вы, как бы, вообще, с дубу рухнули, ну, хотите, чтобы донат не решал, покупайте какую-нибудь игру за 60 евро, там, не знаю, в Google Play купите игру за 5 евро, играйте там одни без других людей, но когда онлайн-игра, да, решает донат, как бы, ну, что тут поделать, ну, можно в доту играть, как бы, окей, но это тебе не стратегия, ну, чуваки, вы писанулись, вы скачали, по сути, фритуплейную гринделку, да, и вы удивляетесь, что нету баланса между донатными игроками и бездонатными игроками, я вам открою секрет, этого баланса уже года 3 нету, если не больше, и сейчас бы меня упрекать с Андрюхой, что мы там что-то как-то там о бездонатерах не подумали, чуваки, для вас же стараемся, свое время тратим, причем, зная, что в 95% случаев мы это время потратили просто тупо зря. Так, также это промотивирует игроков ходить на данную локацию, будет мотивация слабым гильдиям развиваться и заполнять гильдию полностью игроками. Да, станет острый вопрос по поводу заполняемости и онлайна игроков, ну, короче, заполняемости гильдии и онлайна непосредственно на атаке фартов, то есть, по факту, чем у тебя больше игроков в гильдии, тем больше у тебя разнообразных патчек по 6 героев могут участвовать в атаке фартов. Это, в свою очередь, поднимет какой-то соревновательный дух среди гильдий. Это будет мотивировать объединяться, развивать гильдию, продвигаться в топе, что-то делать. Да, конечно, атака фартов интересная, она не может решить эту всю проблему, но, тем не менее, если это делать в совокупности с какими-то другими локациями и там производить изменения, то можно сделать все очень круто, потому что атака фартов гильдии, это те вещи, ну, битва гильдии, это те вещи, которые держат до сих пор игроков в игре. И если с ними хорошо поработать, то можно, во-первых, промотивировать. Ну, то есть, представьте, у вас не будет плюс 100-500 гильдий на сервере, у вас будет гильдий меньше, но они будут сплоченнее, в них будет больше игроков, больше соревновательного духа и, по факту, исчезнут, ну, не исчезнут, но, скажем так, будет меньше проблем с подбором гильдий, да, на той же битве гильдии, на той же атаке фартов, потому что, гильдии будут более, как бы, как бы вам объяснить, будет лесенка, шаг между гильдиями будет меньше, соответственно, подбор улучшится. А сейчас почему подбор полное говно? А по той причине, что... А по той причине, что у меня музыка отключилась, короче. Ладно, давай вручную другой трек включим. Вот, окей. А по факту сейчас получается плюс 100-500 гильдий, и разница между силой у всех настолько громадная, что при любом раскладе ты, там, на БГ или на атаке фартов попадаешься, или с суперслабыми гильдиями, или с суперсильными гильдиями, и у тебя нету никакого шанса, да, что-либо взять и выиграть. Вот. Для более эффективного боя на атаке фартов нужно будет полная гильдия с игроками, у которых заполнен полностью алтарь с разными героями. Гильдия будет объединяться, и благодаря этому будет со временем более лучший и ровный подбор противников по силе. Сейчас в игре стало очень много героев, и будет еще больше, потому для сохранения интереса к локации, мотивации, получения всех героев, потому изменения и необходимы. Сейчас очень много создано гильдий, по 15-30 человек с тринками, они не развиваются, и нету для этого никакой мотивации. Новая механика и атака фартов может это изменить. Она может, да, она может посодействовать всему этому делу. Идем дальше. Кто выигрывает в бою? Да, мы знаем эти проблемы с бардами, там, Мэри, ну, вот сейчас пришла новость, что они там фиксить будут, да, что-то. Но не суть, как бы, не забываем, да, про смертушку. Ну, короче, есть герои, есть питомцы, которые, как бы вам объяснить, не позволяют быстро у противника забрать башню, потому что они почти бессмертные, вот это вот все. А мы просто решаем, как бы, немножко поменять систему распределения победы. То есть, к примеру, если идет бой пачка, ну, к примеру, там, 6 на 6, и по факту после боя у вас остается у противника, который защищается, 5 героев, а у вас 6, то вы выигрываете. Если у вас остается, там, у защищающегося остается 3 героя, и у вас 3 героя, тогда вы проигрываете. Вот такая система. То есть, если, ну, чувак не сможет бесконечно сидеть у себя там на башне, да, с одним бардом и каким-нибудь зефириком, и бесконечно просто держать оборону, а топовые пачки будут сливаться по 6 героев из-за того, что они тупо не могут ушатать этих двух героев, понимаете? А так, ну, что, у тебя осталось 2 героя, а ты, как бы, продержался, да, против 6 героев, но все равно проиграл, потому что у тебя, по факту, меньше героев. И это уберет автоматическую проблему с бардом и так далее. Вот. И это, по сути, реально самый простой способ решения этих проблем с беспертными героями. А поверьте, эти проблемы и дальше будут появляться, потому что мы не забываем, что добавится 15-е, прокачка 15-го умения, добавится, да, прокачка каких-то питомцев умений, и сами понимаете, во что это все выльется. То есть, всякой фигни по типу барда будет появляться больше. Я уже молчу про какие-нибудь новые супер таланты, да, там, и так далее. Вы не думайте, что этот мир в битве замков, распиздяйство от AGG закончится только непосредственно на барде или еще на ком-либо. Чтобы увеличить удержание игроков на атаке фартов, нужно, к примеру, сделать, чтобы награда зависела от того, сколько периодов провел игрок на атаке фартов. Пример. Ну, да, то есть, чтобы не было такой фигни, типа, взял, забежал на один раунд и вышел, отметился, свои сундуки получил. Нет, ты должен отыграть там, ну, как минимум, хотя бы зайти там в первом раунде, во втором раунде, в третьем раунде, и тогда ты получаешь полную награду. Если нет, то тогда ты получаешь часть награды. Ты сходил, как бы, на первую 20-минутку, получил там, к примеру, 5 сундуков в первой 20-минутке. Вот. Ну, и такие вот вещи. По итогу, если игрок присутствовал на всех трех периодах, то он получит 20 сундуков, к примеру, плюс коэффициент места в дивизии и так далее. А далее, четвертый пункт... Так, это был четвертый пункт. Пятый пункт. Время передвижения пачки от башни к башне должно быть увеличено с 10 секунд до 20 секунд. Да, я понимаю все нысье этих чисто сильных бездонатных гильдий. А-ля, как бы, вот у нас атака фартов интересная. И нам абсолютно плевать на весь остальной сервер, да. И как бы нам нормально со спамом. Это единственный способ выиграть более сильную гильдию, чем мы. Нет, единственный способ выиграть более сильную гильдию, чем вы на атаке фартов, это быть более активными и более хитрыми в плане тактическом. Но, опять же, если разработчики введут изменения, которые мы хотим с Андрюхой Рылёвым. И тут, как бы, нечего ныть, ребята. И не забывайте, что вы играете не одни на этом сервере. И была проблема, и она заключалась в том, что разработчики взяли и уменьшили. Что они уменьшили? Время подхода пачки от башни к башне. И это ещё сильнее сломало атаку фартов и просто превратило её в спам-гриндилку. Ну, типа, камон, меня реально это запарило. Вот, и пускай хотя бы с 10 секунд, как сейчас, вернут до 20 секунд. Просто хочется, чтобы реально была бойня. Чтобы к концу раунда, как и раньше, в своё время заканчивались бы у всех герои. Кто-то там ныкал бы какую-то свою боевую пачку. Вот это вот всё. Чтобы прям месиво было. Чтобы ядерный грипп там, короче, на атаке фартов был. Чтобы во все стороны слюни летели. Понимаете? Это была бы интересная локация, а не то, что сейчас. Потому что, я вам скажу честно, мне на атаку фартов неинтересно ходить. Я захожу, стараюсь вначале успеть зайти на атаку фартов. Ага, посмотрю. О, башни какие-то заняты. Ну, там, чуть-чуть поспамлю, а потом, хоть ты там 40 минут сиди, хоть 50. По факту, там твои башни никто отбить не сможет. Ты чужие башни отбить не сможешь, и всё. И, как бы, карта завоевания этих башен не меняется все 60 минут. И что, это, типа, интересно? Нет. Дальше идём. Награда должна зависеть. Ну, вот, шестое. Смотрите, тут тоже интересная фишка. Опять же, мотивирующая. Да, как мы знаем, многие писали, что главная проблема это награды. Я считаю, что главная проблема это просто просранная механика атаки фартов. И если атаку фартов сделать реально интересной и прикольной, то и даже на награду будет плевать. Но почему бы ещё и награду не изменить? А многие игроки считают, что главная проблема в награде. Ну, вот, для меня нет. Я лично, как бы, по поводу других вещей думаю, но не суть. Награды тоже можно было бы изменить. И хотелось бы, чтобы награды зависели от рейтинга гильдии. Первое, в дивизии, да? То есть, там, какое? Первое, второе, третье, четвёртое место занимает. Второй пункт. От общего рейтинга гильдии на атаки фартов. Потому что, по факту, смотри, события, атака фартов, рейтинги. Вот, смотри. Вот есть какой-то общий рейтинг гильдии. Почему? Ну и что? А что толку от него? Ну, вы, когда награду IGG раздаёте, ну, как бы IGG, ладно, меня не смотрят. Ну, когда IGG награды раздают, было бы классно, если бы ещё и этот рейтинг учитывался бы. Чтобы было всем интересно, как можно больше набить и попасть в топ, к примеру, как на последней атаке фартов. Это сделал Войсу Фридом. И, по идее, у гильдии Войсу Фридом должен идти какой-то дополнительный коэффициент к наградам. Понимаешь? Вот, чтобы поощрить игроков за то, что они на всём сервере заняли одно из первых, ну, самых высоких мест. Ну, обратите внимание, вы говорите, донаты без доната. Посмотрите, сколько здесь, ну, мне неизвестных гильдий, да? Которые, ну, не сильно высоко там в топе находятся. Вот. Идём дальше. Также, было бы интересно, если бы коэффициент наград давался бы также за место гильдии в топе по стиле на сервере. Тут сейчас снова чистосильные гильдии, там, или гильдии, там, где сидит по 15 твинков, и 5 игроков будут кричать. О-о-о! Всё для донатеров, а вот мы, а вот нам, и вот это вот. Всё, нет. Я хочу это, чтобы ввели в игру по той причине, чтобы, опять же, мотивировать гильдии объединять, а не плодить мёртвые гильдии с твинками непонятно чем и так далее. Чтобы у игроков появился стимул качаться, качать гильдию, развиваться, идти вперёд, как это было когда-то. Но мы это сейчас, к сожалению, всё просрали из-за последних действий разработчиков. Вот для чего это делается. А то гильдии вроде как есть, а толку от этих гильдий сейчас просто абсолютно ноль. И вместо того, в каком ты топе, тоже толку ноль. Типа качаешься, мучаешься, не мучаешься, ты в топе, не в топе, что ты там делаешь. Это ничего не зависит. Ты как там свою награду получал, так и получал. Я считаю, что это абсолютнейший бред и показатели гильдии в общем топе. Какие-то достижения, они должны быть взаимосвязаны с наградами, которые получает игрок, находясь в гильдии. И это было бы правильно, и это было бы огромнейшей мотивацией для игроков и для гильдий. От силы игрока в соответствии с новыми титулами даст игрокам мотивацию качать силу. Да, ребятушки, как бы они титулы вводят, а по факту, что там, они множат награду только за счет последнего какого-то титула. Ну, не последнего, а там титула на 800 тысячах силы. А сейчас у чуваков больше миллиона. То есть, ну, от силы, соответственно, тоже должно зависеть. Награды нужно изменить, так как для большинства игроков они не актуальны. В особенности для топ-100 гильдий. Также очень важно часть наград менять каждый месяц, так как многие ресурсы быстро обесцениваются из-за частых обновлений. А вот, что я хочу сказать. Я понимаю, что много недовольных. Кто-то кричит по поводу равенства между донатными игроками и бездонатными игроками. Не соображая, что как бы нету тут такой вот разницы, да. Есть просто игроки. Кто-то играет с донатом, кто-то играет без доната. А тут постоянно идет какое-то непонятное разделение. А есть игроки со средним донатом, есть игроки с маленьким донатом. И как бы, ну типа чуваки, если бы здесь был полный баланс, да, донатных игроков с бездонатными, то этой игры уже давно не было бы, потому что здесь бы никто не донатил. И как бы этот проект уже давно закрыли бы. Так что, как бы вы про свой баланс говорите, не знаю там, ну в какой-нибудь другой игре. Я вам напомню, вы скачали фри-то-плей гриндилку. Вот, покажите мне фри-то-плей гриндилку в Google Play, по типу там Raid Shadow Legends, там, не знаю, Lords Mobile, Kingdoms, что-то там, еще что-либо. Покажите стратегию гриндилку по типу BZ, вот, Clash of Clans, да, не забываем. Где нету дисбаланса между донатными игроками и бездонатными игроками. Ну, серьезно, ну, а зачем вы тогда в такие игры играете? Дальше, по поводу там, чистая сила, не чистая сила, слабые далекие от топа гильдии, не слабые далекие от топа гильдии. Ну, я считаю, ну, это неправильная механика игры. И из-за того, что вам там что-то сидит у вас за голове, и вы хотите именно так играть, это не означает, что все игроки сервера должны страдать и мучиться, лишь бы вам, короче, угодить. Нет, есть механика игры, она рассчитана на то, что правильнее для игрока брать и прокачивать многих разных героев, качать силу, и это как бы нормально. Если для вас это ненормально, ну, сидите, как бы, дальше играйте, вам никто не запрещает. Но там сидеть и бомбить, пожалуйста, не надо. Также, конечно, хотелось бы обратиться, да, к этим гильдиям, в которых там сидит по 5 человек плюс 15 твинков, и они там сидят, ну, блин, вот это вот, ну, типа, хотите играть, так дальше. Но, опять же, это неправильная механика игры. Я считаю, что гильдии должны все развиваться, все между другом бороться, и тогда будет стимул у игроков как и донатить, так и, не знаю, не донатить, задротить, прокачиваться, не уходить из игры и так далее. Подумайте, что, как бы, знаете, многие такие выбирают себе легкий путь, уходя из топа, вот, не прокачивая себе силу, да, опять же, ввели за предели, в котором зависит много от силы, потому многие, чтобы собрать себе мэри, перестали качать силу или просто ее слили. Ну, как бы, ребят, ну, ну, камон, ну, ну, хватит уже, ну, серьезно, типа. Ну, 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 это уже бред, вот, так что, ну, давайте, давайте, елки-палки, играть нормально, я уже заплетаюсь, уже не знаю, короче, что несу, 22 минуты видео, музыка у меня почему-то предательски, постоянно, вот, заканчивается, так что качаемся, боремся, ну, ну, нельзя делать, чтобы игра была слишком легкая, вот, о, ну, атаки фартов будет сложно, будет зависеть от того, от того и так далее, ну, нет, ну, типа, как бы, а сейчас, что лучше, много где легко, не нужны никому награды, игроки уходят из игры, вот так, что ли, лучше? Всем пока. Па-па-па-па-па-па-па.